ПОЕТ И ЛЮБИ ТЕБЯ Полине 17. Она мечтает о большой сцене, поёт и играет на пианино. И неудивительно. Мама – педагог по вокалу. Правда, большую часть времени вынуждена проводить с дочерью. У Полины детский церебральный паралич. После двух операций ей нужен специальный аппарат, который фиксирует правильное положение ног. В аппарате было бы намного проще. Так и поясница устает, потому что меня клонит постоянно назад. Аппарат изготавливают по индивидуальным меркам. И стоит он 120 тысяч для капелюшных. Сумма неподъёмная. Собрать деньги помогли прихожане поселковой церкви. Вручили на руки эти деньги, чтобы она уже распоряжалась на ту, что необходимую сумму. Приобрести аппарат решили в компании «Ортодизайн» и внесли аванс. Я говорю, я оставлю, чтобы, ну мало ли чего. Как нам сделают ноги, операции на ноги, мы приедем, доплатим, заберём аппарат. Они говорят, да, хорошо всё. В магазине, говорит отец Полины, ему выдали вот эти два чека. Первый на 21 тысячу за покупку. Второй 86 тысяч за аванс. Но когда вернулись за аппаратом, выяснилось, что никаких денег они не оставляли. Вот здесь один почерк, здесь совсем другой почерк. Давайте вот это сравним. Ну это вот вообще даже по чекам смотреть, два разных чека. В магазине настаивают. Чек на покупку действительно их, а вот чек на аванс капелюшины подделали. Пустой бланк, уверяет директор, достать нетрудно. «Ортодизайн» их сами раздавали покупателям. Фонд социального страхования возмещает затраты на такие изделия. Только нужно правильно заполнить. Даём чистый лист, чтобы они заполняли своей рукой в соответствии с требованиями конкретного этого ССО. На чеках нет номеров, а значит нет и учёта. Их, говорят капелюшины, им выдал администратор «Ортодизайн». Она больше не работает. Почти сразу уволилась. Тут единственное, что может быть, не дай бог, конечно, но опять, это недоказуемо. Значит, это как, что она взяла деньги. Мы показали чеки специалисту-графологу. Для него очевидно, оба выписаны одной рукой. По характеру написания, по характеру букв, и в первом, и в втором документе они практически идентичны. На втором документе, вот на этом, мы видим, что человек несколько больше волновался или напрягался. «Ортодизайн» возвращать с капелюшиным 86 тысяч категорически отказываются. Советуют обращаться в суд. Вот только времени ждать итога разбирательств у Полины нет. Без аппарата её лечения и две сложнейшие операции, которые она уже перенесла, становятся бессмысленными. Продолжение следует...